6 февраля Роспотребнадзор отменил карантин по COVID-19 для школ и детсадов. Как поясняют в ведомстве, школьные классы и группы в детских садах не будут уходить на дистанционное обучение, если болеет менее 20% детей. Ранее для перевода на дистанционное обучение достаточно было одного заболевшего COVID-19 ребенка. Изменения связаны с особенностями омикронштамма коронавируса, при котором заболевание проходит как ОРВИ. В Хасанском районе, как и по всему Приморскому краю, фиксируется рост заболеваемости вирусными инфекциями среди детей. Чтобы избежать распространения болезни, во все общеобразовательные и дошкольные учреждения были разосланы требования о соблюдении противоэпидемиологических норм. Это дезинфекция рук, термометрия, это график проветривания, график влажной уборки, чтобы они проводились в соответствии с рекомендациями, ранее выданными Роспотребнадзором. Ну и также это там развод потоков детей, чтобы дети не в одно время приходили в школу. Будем надеяться на то, что все-таки вакцинация педагогов и работников школ даст свои результаты. И массово у нас не будут болеть дети и педагоги, как, допустим, это было в прошлом году. Отметим, что ранее в Хасанском районе практически в каждом образовательном учреждении ученики уходили на дистанционное обучение отдельными классами. И для того, чтобы не прерывать учебный процесс, школьники продолжали учиться на дому. Министерство образования Приморского края буквально недавно, не так давно, они приобрели специальную платформу, на которой мы сможем это делать. Потому что дистанционное обучение подразумевает проведение уроков онлайн. То есть, чтобы ученики не сами занимались, не с родителями, а для того, чтобы все-таки с педагогами было общение, пускай даже в таком заочном формате. Мы готовимся к этому, эту платформу пытаемся осваивать. И если вдруг будет такая необходимость, то, конечно, в любом случае здоровье детей и работников на первом месте. Поэтому мы будем вынуждены соблюдать эти требования.